Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем очередной вебинар от Приан. Вебинар, посвященный актуальным вопросам зарубежной недвижимости и миграции. Сегодня больше будем говорить об миграции. Наши эксперты сегодня – это представители компании Solant, главный операционный директор компании Ксения Грищенко и руководитель направления Венгрия компании Solant Светлана Томпсон. Дамы, здравствуйте. Добрый день, Филипп. Мы не просто специально перед началом вебинара посмотрел такую небольшую историю. Мы с вами общались в прошлом году и тоже говорили о Венгрии, но только совершенно в другой связи. Мы говорили о Венгрии просто потому, что тогда вдруг, неожиданно, из ниоткуда всплыла очень интересная, ну, даже нельзя сказать программа, да, закон, позволяющая получить вид на жительство в Венгрии, где одним из моментов была покупка недвижимости. Такая история была, да. Сейчас все это уже немножечко по-другому работает, и, собственно, сегодня мы об этом поговорим, поскольку венгерская программа, венгерская золотая виза, пожалуй, главная, самая интересная, самая долгожданная на иммиграционном рынке Европы, так уж точно в 2024 году. И, собственно, этому мы посвятим большую часть нашего вебинара. Наши эксперты, ну, немного расскажут о том, какое место вот эта программа иммиграционная займет вообще в общем паритре иммиграционных возможностей, которые есть сегодня. Но для начала буквально давайте несколько слов о том, о как, собственно, вы сейчас работаете. Мы с вами проводили несколько вебинаров, но все равно несколько слов о вас, о вашей компании, о вашей деятельности, я думаю, было бы полезно услышать. Пожалуйста, и я, соответственно, включу презентацию. Спасибо, Филипп. Еще раз приветствую всех наших зрителей. Меня зовут Ксения Грищенко. Наша компания Solent. Мы занимаемся тремя основными направлениями. Первое направление – это иммиграционная программа. В большинстве случаев это инвестиционная программа, гражданство и виды на жительство, временные и постоянные через инвестиции. Конечно, наши российские клиенты сейчас не имеют доступа ко всем программам, которые в мире существуют, но, тем не менее, всегда находятся решения, и мы понимаем, какой есть спрос, на что он направлен, какие есть сложности и с финансовой логистикой, и с другими ограничениями, и мы понимаем, естественно, как мы можем с ними работать. Мы закрываем все паспортные программы, текущие для россиян, их не так много, это Египет, Турция, Вануату, и программы вида на жительство. Чаще всего интересы наших соотечественников находятся внутри Евросоюза, потому что мы понимаем, что этот статус решает как вопросы визовых передвижений, безвизовых, точнее, передвижений, так и истории с возможностью ведения бизнеса, открытия счетов и прочих дел, которые могут быть внутри Европейского Союза. Помимо иммиграционных программ мы также занимаемся иностранной недвижимостью, зарубежной недвижимостью для переезда и для инвестиционных задач. Мы работаем на рынках Ближнего Востока, в частности, ОАЭ, Катар, Вафрейна, Саудовская Аравия и так далее. У нас как раз был недавно вебинар с Фрианом на эту тему. Также мы работаем, естественно, в европейских странах. Помимо стран Европейского Союза, Испании, Греции, Венгрии, Португалии, мы занимаемся также Турцией и Черногорией, и закрываем также азиатский регион, который сейчас многим инвесторам интересен по ряду совокупности факторов. Это преимущественно Таиланд и Индонезия. Третье наше направление – это открытие компаний. Чаще всего мы работаем с запросами по рынку ОАЭ, потому что это такой достаточно сейчас популярный хаб и для корпоративных вопросов и так далее. Но также есть у нас возможности корпоративные в Черногории и Гонконге. Наш основной офис находится в Дубае, в Эмиратах. Мы сейчас как раз отсюда вещаем, но помимо этого мы представлены в Стамбуле напрямую, и в Москве, и в Тивосе, в Черногории. Это немножко про нас. Ну и сейчас мы будем говорить про одну из наших актуальных, самый, так можно сказать, горячий пирожок программы Венгрии. И действительно, год назад мы обсуждали уже эту программу. И это тот момент, когда мы погрузились в недвижимость в Венгрии. И сегодня мы поделимся нашими впечатлениями, нашим опытом и относительно бюрократических процессов и, естественно, про рынок недвижимости поговорим. Потому что мы, конечно, погрузились в него за этот год достаточно хорошо. Отлично. Давайте тогда просто буквально небольшой экскурс перед тем, как мы скажем, непосредственно программной «Золотая виза». Поговорим о том, какая ситуация с вообще венгерскими программами была год назад и что, собственно, произошло в начале 2024 года, потому что это в каком-то смысле определяет и нынешнюю ситуацию. Ну, посмотрите, по прошлому году вы правильно сказали, что это была не как таковая программа. Это была, скажем так, доступная опция, которую мы отправляли в Венгрии на основе закона, скажем так, такой провизии в законе, который позволял гражданам третьих стран получать недвижимость в Венгрии на основании различных, скажем, условий. Одним из условий было инвестирование в недвижимость. То есть тогда эти условия были такими, что недвижимость должна быть именно в Владапеште, и минимальная сумма инвестиций составляла 155 тысяч евро. Сейчас это уже, скажем так, официальная такая государственная программа, это «Золотая виза». То есть если в прошлом году ВНЖ мы получали до 5 лет на основного заявителя на 3 года, на всех, на каждого зависимого члена семьи, то сейчас это будет «Золотая виза» на 10 лет, и продвление будет также гарантированное на 10 лет. Буквально еще один тоже вопрос немножечко о прошлом. Вот те люди, которые подавались полгода назад, год назад, то есть еще по старым условиям, что сейчас? То есть насколько та программа, давайте так назову, корректно завершилась? То есть насколько власти Венгрии показали, что им можно доверять, давайте назовем так? То есть чем вся та история закончилась с вашими клиентами в частности? Да, закончилось все очень хорошо и заканчивается, потому что последние файлы мы подавали 23 декабря. То есть там, насколько, я думаю, наши клиенты, многие помнят, как это все быстро-быстро нам сказали, и как мы быстро готовили буквально за 1-2 дня все документы и подавали от всех своих клиентов. Вот в этом году благополучно у нас, по-моему, уже вышли все последние клиенты, да? Просто с 1 января до 1 марта иммиграционный комитет немножко приостанавливал выдачу заявок, именно потому что они как раз подготовились к программе «Золотая виза». Вот, и с 1 марта наши все клиенты уже очень активно начали получать ВНЖ, и сейчас они все инвестируют в недвижимость. Поэтому здесь власти показали, что они выполнили все свои обещания, и из всех поданных файлов, из всех поданных клиентов у нас, ну, фу-тфу, скажу, ни одного не было отказа. Вот, поэтому все наши клиенты очень довольны и приобретают недвижимость. Кто-то просто под инвестицию, чтобы это было как бы просто выполнить условия программы, кто-то для себя, кто-то, ну, то есть абсолютно разный такой подход был к выбору недвижимости. Но давайте все-таки тогда вот этот момент, после перекину небольшой мостик. Во-первых, я попрошу в чате опубликовать контакты компании «Солом» для тех, кто захочет связаться нам, ну, по завершении вебинара с нашими экспертом, и в чате опубликуйте, пожалуйста. А вопрос на самом деле такой. Вы сказали, что в начале года была некая пауза вообще во всей деятельности, да, иммиграционной. Немножечко об этом, потому что, вы знаете, и мы сами грешны, в этом потоке информации не всегда могли быстро сориентироваться. И так как-то была такая информация, что закон чуть ли не начал действовать с 1 января, то есть такие фразы были. Вот сейчас программа «Золотая виза» венгерская, она действует? Она точно будет действовать? Она там точно будет действовать с 1 января будущего года? Как правильно сейчас говорить? Вот что сейчас? Какой этап? И с чем это связано? Да, давайте. Смотрите, вот 1 января, наверное, я скажу, да, что это, ну, это были только предположения, да, потому что когда правительство объявило о том, что они планируют ввести золотую визу, конечно, было очень много просто предположений, потому что никакой точной информации не было, да, то есть кто-то предполагал, что это будет 1 марта, кто-то предполагал, что это будет 1 сентября и так далее. И сейчас уже официальный старт программы, он будет 1 июля, это уже точно. Но здесь нужно понимать, что есть несколько опций инвестирования для получения в анжи, для получения золотой визы. Первая опция – это, ну, скажем, я скажу, две основные, да, опции. Первая опция – это инвестирование в фонд недвижимости, сумма инвестиций составит 250 тысяч евро. И вторая опция – это опция по как раз-таки самой недвижимости, да, это покупка в Будапеште либо в любом другом регионе в Венгрии. И сумма инвестиций составит от 500 тысяч евро. Так вот, с 1 июля начнет действовать, начнет работать только первая опция. То есть сейчас мы можем подавать клиентов, уже буквально с 1 июля уже мы можем цена сеть файлы, которые по инвестициям в фонды недвижимости от 250 тысяч евро. Как раз по последним изменениям они как раз-таки коснулись опции по недвижимости. И опция, допустим, покупка недвижимости, она заработает только с 1 января. И участвовать в недвижимость может, там, скажем, принимать участие, они будут принимать, как там, недвижимость, которая была куплена, title deed, выдан после 1 января 2025 года. То есть фактически там можно приезжать, будет смотреть, выбирать, начинать оформлять документы, ну, чтобы документ о собственности был получен только после 1 января 2025 года. Ксения, вы хотите добавить, да? Да, хотела бы добавить немножко про то, как происходил сам процесс. Действительно, мы в конце прошлого года получили информацию о том, что в Венгрии будет запускать программу золотой визы. Это возбудоражило рынок. И именно это послужило причиной того, что заявки по предыдущей вот этой версии, в которой мы работали, будут приниматься только до конца года. И, как Светлана сказал, до 23 декабря мы всех желающих успели подать. После этого в Венгрии ушла на небольшие каникулы. И даже все последние поданные заявки не рассматривались, как Светлана рассказывала, до марта, потому что готовился закон по золотой визе. И в начале марта этот закон выпустили. Он как раз объявил о порядке подачи документов. Рассказали, какие будут опции, какие будут требования к этим опциям. Это та информация, которая у нас изначально была. И буквально через несколько дней вышли также дополнительные разъяснения, которые дополнительные критерии обозначали, требования к пакету документов. Ну, то есть вот какие-то бюрократические истории. Также у нас этот закон есть переведенный. Если кто-то из наших клиентов желает, так скажем, с первоисточником ознакомиться, мы это всегда приветствуем. Не слушать слухи, не слушать рекламу, а работать с первоисточником. В принципе, после того, как эта информация появилась в начале марта, далее никаких изменений не было. И по сути много вопросов, а все равно оставалось нераскрытыми. И мы понимали, что четко нам объявили. Первое июля старт программы. И при этом, ну, многие игроки на рынке по-разному реагировали. Кто-то уже начинал с клиентами работать. Понятно, интерес огромный был. Но все равно до конца полностью все моменты не были прояснены именно с точки зрения законодательства. И буквально на прошлой неделе нам опубликовали еще одни разъяснения, которые как раз привнесли изменения по запуску опции недвижимости. Чуть-чуть поменяли требования к фондам, тоже можем об этом поговорить. И больше дополнительной ясности внесли. Но при этом все равно остаются до сих пор вопросы, которые не до конца раскрыты. Хотя время запуска программы 1 июля неумолимо приближается. И мы понимаем, что, скорее всего, полная картина у нас будет после выборов Европарламента, который, как многие знают, назначен 6 по 9 июня. И мы думаем, и наши коллеги в Венгрии также ожидают, что сразу после этих выборов будет опубликована уже финальная процедура, финальные все моменты. То есть мы это связываем с этим, с выборами. Это вот все, что есть, все, с чем мы работаем. Окей, давайте все-таки тогда, ну, такой момент, может быть, уже завершая эту часть перед переходом к конкретике, но вот программа, она запущена будет? Или все-таки есть еще какие-то риски, что она не будет запущена? И второй момент, он ключевой, на самом деле, для очень многих, по крайней мере, тех, кто имеет российский паспорт, с кем программа будет работать, с кем программа не будет работать, потому что золотые визы в Европе сейчас очень избирательны, да, относительно клиентов, в том числе граждан России. Да, тогда я отвечу, да. Смотрите, по поводу, с кем будет работать. Сейчас нету ни одного запрета, ни на одну национальность. То есть берут абсолютно всех, российские граждане, в том числе. То есть самое главное, что здесь должна быть просто у клиента чистая история, да, то есть не должно быть судимости, не должен быть ПЭПом, и не должен быть, не должен находиться под санкцией. Вот, в принципе, все условия. По поводу закрытия золотых виз, да, если мы говорим о других каких-то странах, то здесь причина была все-таки немножечко не в том, что там какое-то давление оказывалось или что-то, то здесь правительство приняло это решение, потому что недвижимость, она очень сильно выросла в цене, да, потому что она, скажем так, соответствовала уровню вот этих минимальных инвестиций, да, поэтому закрыли опции по недвижимости в Португалии, а сейчас их планируют закрывать Испанию, вот мы тоже ждем, да, какую-то конкретную дарву. И здесь была, то есть они хотят просто предотвратить вот эту спекуляцию по недвижимости, но, тем не менее, эти программы проработали достаточно много лет уже, и очень многие наши клиенты получили золотые визы и Испании, и Португалии, поэтому здесь Венгрия, она, в общем-то, я не могу сказать, что она только начинает развиваться, да, недвижимость, но, тем не менее, скажем, если мы посмотрим на статистику, да, если мы откроем этот файлик, то, во-первых, стоимость, если взять западный, я не знаю, я помню, недвижимость в Будапеште и вообще в Венгрии, она намного дешевле, чем во всей остальной Европе. И, тем не менее, она очень сильно растет в цене. То есть, если взять, допустим, с 2015 года, какая была стоимость недвижимости и сейчас, то за это время недвижимость выросла практически на 250%, то есть практически в два с половиной раза. Вот сейчас было у нас видно на слайде, средняя стоимость, где-то за квадратный метр, она составляет где-то 3 700, да, там 4 тысячи, да, но здесь зависит все от района, да, я помню, что о районах мы тоже потом с вами подробно поговорим и расскажем, где лучше, где будет у них сегодня. Окей. Ну, давайте тогда перейдем все-таки к тем условиям, которые уже известны. Я еще раз сейчас открою вот этот вот слайд. Итак, что будет собой представлять программы Венгрии? И вы рассказали о разных способах, да, инвестирования. На каждом остановимся отдельно, просто потому что, ну, что-то уже более понятно, что-то менее, соответственно, просто для понимания заявителей. Я вот этот вот слайд открою, он, насколько я понимаю, основной. Ну, вот это вот про изменения в программе, вот это вот, да. Три опции, как это будет работать, что известно, что неизвестно. Пожалуйста. Давайте я прокомментирую. Можем начать с опции фондов, которые будут и раньше запущены, и ниже по порогу входа. Фонды должны, фонды в любом случае в Венгрии регулируются Центробанком, и фонды, которые подходят под инвестиции с целью получения ВНЖ, это фонды Real Estate, то есть они инвестируют в недвижимость. Дополнительно, дополнительным регулятором был назначен еще один орган в Венгрии, то есть любому фонду, который на сегодняшний день подходит под получение ВНЖ, он должен быть одобрен, и он должен быть авторизован в качестве альтернативного инвестиционного фонда. Помимо вот этих авторизаций и регуляций к фондам были выделены требования по размеру их общего портфеля активов, там есть разные категории, ну, грубо говоря, от 100 миллионов евро должно находиться в управлении. И, естественно, любая инвестиция под ВНЖ после совершения инвестиций инвестором необходимо будет также получать определенные документы о соответствии этой инвестиции, но это немножко такая уже бюрократическая деталь. Сама история в том, что на самом деле многие фонды, которые вот в этот период с марта по май планировали, которые планировали участвовать в эти программы, после опубликации на прошлой неделе разъяснений, выяснилось, что они на самом деле не будут подходить. И на сегодняшний день... Потому что они не соответствуют вот этим требованиям, которые как раз были только на прошлой неделе опубликованы по размеру портфеля и по вот этой авторизации в качестве АИ, это альтернативный инвестиционный фонд. На сегодняшний день на самом деле мы понимаем, что есть как минимум один фонд, который самый крупный в Венгрии. Он много лет на рынке, один из самых первых, известных, и он входит в группу компаний, которые там дополнительно крупным банком венгерским владеют, и они как раз являются инвестиционным фондом очень многими знаковыми объектами в Будапеште и в целом в Венгрии владеют. И этот фонд, естественно, планирует заниматься программой ВНЖ, и мы решили, пока все там устаканивается, и новые игроки как-то что-то может быть меняют там в своих документах и планируют выходить на рынок со своими предложениями, этот фонд точно уже подходит. Мы думаем, что первые месяцы, по крайней мере, это будет монополист на рынке, но при этом по пакету активов, которым он владеет, он является достаточно консервативным вариантом. И сейчас мы прорабатываем в большей степени финансовую логистику, которая позволит нам работать с российскими клиентами, потому что, когда еще только была запущена вот эта общая информация о золотой виде, все думали, ну ладно, с недвижимостью мы бы работаем, а фонды, наверное, нам не светят россиянам, поскольку, понятно, есть сложности с открытием счетов в Евросоюзе, и по примерам, по аналогии с какими-то другими программами, многие ожидали сложности именно с инвестициями фонда. И на сегодняшний момент мы поднимаем, что у нас будет возможность российских клиентов на этот фонд приводить. это будет сделано через альтернативные секьюрити-аккаунты в счетах других банков, которые россиянам доступны, и непосредственно сейчас этим вопросом мы занимаемся, чтобы у нас была четкая прозрачная дорожная карта для клиентов из России, потому что мы понимаем, что спрос, конечно, очень большой, и это основная для нас задача. Ксения, простите, все-таки я уточню, вопрос может прозвучать немножко наивно, но, во-первых, он совершенно логичный, а, во-вторых, просто говорят фонд, особенно фонд недвижимости, для многих это там не совсем понятная штука. Вот я купил паи инвестиционного фонда. Во-первых, вот эти инвестиционные фонды, они были созданы специально под эту программу или они существовали уже довольно давно? Ну, это зависит от фонда. Здесь мы говорим о фондах, которые существовали давно до появления программы ВНЖ, и у них есть уже определенные портфель активов. Фонды, на самом деле, если в целом мы будем говорить, они бывают открытых и закрытых типов. Открытого типа фонд, он работает на постоянной подписке, когда можно какой-то размер минимального пая купить, это устанавливается минимальный размер фондом, это может быть там тысяча евро, это может быть 250 тысяч евро, вот один пай, как они решат. И дальше, соответственно, в зависимости тоже от формата фонда, они решают, как они выплачивают доходность ежегодная или после определенных событий, там есть определенная текущая доходность и есть доходность за успех. То есть это, по сути, все выставляет фонд его управляющая компания. Еще тогда хотел бы уточнить, вы сказали, что эта штука довольно консервативная. Сколько я на этом и как я на этом зарабатываю? Вот, то есть, хорошо, я вложил, когда я должен из этой инвестиции выйти, как я могу из нее выйти, сколько я заработаю, как вот эти штуки регулируются все? Да, на самом деле, я не могу сказать, что фонды это консервативный инструмент, я больше консервативно рассказывала про тот фонд, который мы думаем будет монополистом в первое время на рынке Бенгрия. Значит, опять-таки, вопрос доходности и предполагаемой доходности, он зависит от стратегии каждого фонда. То есть, может быть, фонд, который инвестирует в недвижимость и хочет выиграть на росте цены, то есть на капитализации. И они говорят, мы собираем сейчас 10 заявок по 250 тысяч, ну, из серии, я не знаю, у нас там целевой пакет 50 миллионов евро на эти деньги мы купим 5 зданий, реновируем и через 5 лет продадим и мы ожидаем доходность там такую-то и распределим тогда вот там по 20% между инвесторами. Ну, это к примеру, да, цифры. Это одна история. А есть история, когда фонд владеет, например, 10 торговыми центрами на территории Севинга и у них есть текущая арендная доходность, которую они распределяют в какой-то доле между всеми владельцами. То есть это зависит по сути от фонда. И здесь наш фонд, о котором мы говорим, он как раз консервативной арендной стратегии, то есть не приобретение там новых объектов, а, соответственно, вот какие-то текущие варианты. Естественно, каждый фонд, он также может диверсифицировать свои активы внутри портфеля, чуть что-то докупать, может быть, где повыше будет доходность предполагаться. То есть такая история. Мы в любом случае, участвуя в фонде, доверяем управлению своими деньгами управляющей компанией. И то, какой стратегии они заявляют, мы уже тогда смотрим, она подходит нашему риск-профилю и вообще пониманию рынка или нет. На какой срок происходит вот я должен вложиться? Срок для Венгрии удержания актива 5 лет. Соответственно, фонд, естественно, понимает, что каждый инвестор, тем более, когда его цель не доходность, а по сути квалификация под иммиграционную программу, хочет понимать понятный выход. И, естественно, выход привязывается к иммиграционным требованиям. Соответственно, через 5 лет будет возможен выход для инвесторов, чтобы они не нарушали условия. Но поскольку базовый срок 10 лет, выход через 5 лет не лишает заявителя статуса. Нет, конечно. Нет, это также похоже там история на Мальте и так далее. Понятно. Друзья, кстати, хочу обратить внимание, если есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать прямо здесь в рамках эфира, пожалуйста, задавайте их в чате, это можно сделать обязательно озвучим. Давайте такой еще момент, ну, с фондами более-менее, не скажу, что уж прям совсем все понятно. Что уточнить хочу? Вот давайте опцию 2, про недвижимость мы поговорим чуть-чуть позже. Вот опция 3, пожертвования высшему учебному заведению. Сумма самая большая, это по сути дарение и вообще зачем эта-то история с учетом того, что цифра в 4 раза больше и, как я понимаю, если пожертвование, так ты с этими деньгами расстаешься окончательно. Да, я вижу тоже вопрос на эту тему. Ну, мы ее тоже добавляем условно, поскольку она есть в законе, глубокого смысла никакого здесь нет в этой опции. Может быть, это для тех, кто не хочет связываться с инвестициями и хочет заниматься меценатством, можно рассмотреть. Обычно, в обычной логике всегда опция пожертвования ниже по стоимости, чем альтернативные варианты. Здесь в Венгрии решили так. Может быть, какой-то есть там смысл нам неведомый пока что. Может, он всплывет. Наивный вопрос. С другой стороны, в этой сфере, может быть, таких наивных вопросов и будет очень много. Может быть, это знаете, ну как, такое бывало, что, условно говоря, это проще. То есть, условно говоря, заплати, и мы к тебе, условно, будем меньше придираться. Но понятно, что пока еще программа не запущена, об этом говорить довольно теоретически только можно. Ну, не знаю, тут трудно. Обычно, если честно, в зависимости от опции глубина и проверки не отличаются. То есть, мы это видим и видели и в карибских программах, и в других. Есть требования, регламенты, которые должны быть соответствовать, которые мы должны соответствовать по отсутствию всех судимых и прочих ограничений. И нет такого, что если мы миллион заплатим, то все глаза закрыли на наше темное прошлое, к примеру. Я думаю, что такого точно Евросоюз бы никогда не допустил, что проще подарил и забыл. Да, это так и есть, но тогда сумма должна была бы быть меньше. Здесь сложно сказать. Да, вы сами привели пример карибских программ. Там, по-моему, вот именно дарение, это был самый минимум, который только возможен. то есть, как бы, ну, окей. Оставим это на совести венгров. Я думаю, что когда в следующий раз будем говорить с вами о венгерской программе, это уже, наверное, будет после ее запуска, вы расскажете, что же такое. то есть, пока, насколько я понимаю, интерес вот именно к этой опции, опции номер три, в общем, особо нет. Да, пока нет. Вот давайте, ну, просто хочешь вопрос. Вы рассказывали о Венгрии от компании Art & Capital. Да, это наша компания. Пару слов вначале вы сказали, буквально еще раз просто повторить эту мысль. Почему, то есть, кого вы теперь представляете, раз уж такой вопрос возникнет, то мы с маленькой каузу сделаем. Да, здесь никакой нет интриги. Мы поменяли компанию, открыли свою компанию в Солонт, и поэтому сейчас действует независимо. Вот, и как в прошлом году мы представляли другую компанию. Все верно. Также я вижу вопрос по поводу выхода из фонда через пять лет и продления через десять лет. Все правильно. То есть, срок удержания инвестиций короче, чем срок действия карточек, и ваше продление, оно в отличие, например, от той же Португалии, или Испании, или Греции, да, где вы продлеваетесь на основании сохранения актива, здесь вы просто продлеваетесь на основании того, что вы участник программы Золотой визы. Это изначально прописано. И выход из инвестиций, он доступен раньше. Окей. Ну, давайте теперь перейдем к истории, связанной с недвижимостью, потому что, ну, во-первых, покупка недвижимости, она и для Прян, эта история такая более профильная, и, по большому счету, все равно программы Золотая виза, все программы Золотая виза, которые имели опции, связанные с недвижимостью, они как-то, ну, более понятные, и, соответственно, более востребованные. Значит, давайте о том, что по срокам. Вы сказали, что, ну, собственно, вы транслировали разъяснения, которые пришли от властей Венгрии, что инвестиции от 500 тысяч евро работать будет только с 1 января 2025 года. Чуть подробнее, что можно купить, как это будет происходить, по крайней мере, то, что известно сейчас. Я тогда, да, отвечу? Пожалуйста. Да, то есть, здесь будет обязательно, опять-таки, то же самое, как мы делали в прошлом году, подойдет только готовая недвижимость, то есть, нельзя будет покупать недвижимость на стадии строительства. Можно ли купить один или два объекта? Мы пока тоже ждем от разъяснения от государства, да. Пока предварительно можно будет несколько, но, как бы, мы должны дождаться уже точной информации, когда не будут в строке такие уже правила выпустят по поводу этого. И минимальные инвестиции, как мы уже сказали, да, как у нас указано, от 500 тысяч евро. То есть, можно ли уплочнить? Вот все-таки, ваше ощущение, оно скорее, может быть, это вопрос, я просто знаю, что вы очень плотно и часто работаете с юридической службой, которая находится в Венгрии. Ну, возможно, с их слов, а как они объясняют, почему вообще вот эту историю перенесли? потому что это, ну, как бы, это такая наиболее спорная с точки зрения, то есть, это слишком выгодно для Венгрии, соответственно, вызывает слишком много вопросов, почему самую-то интересную опцию перенесли на вот такой довольно долгий период по времени. Что вам говорят? Да, на самом деле, это не то, что слишком выгодно для Венгрии, все равно сумма не такая маленькая, да, это не 250 тысяч, и даже там, в прошлом году мы работали еще с более низкими бюджетами. Здесь, скорее всего, они не готовы с бюрократической точки зрения, потому что, как опубликовано в разъяснении к закону, что необходимо будет любую инвестицию подтверждать определенным сертификатом соответствия, и я думаю, что что-то на этапе бюрократии еще не до конца разъяснено. Все-таки фонды изначально всегда были более зарегулированы, зарегулированы отраслью, и здесь оказалось проще это перевести и совместить с иммиграционным законодательством, а недвижимость, тем более вторичная недвижимость, она всегда, ну, не сказать, что это какое-то поле для спекуляции, так не могу сказать, но в любом случае мы понимаем, особенно мы с вами работаем на международных рынках, мы понимаем, что много везде деталей, которые необходимо привести к общему знаменателю. Мы думаем, что в этом загвоздка, не могу сказать, что там, вот мы будем говорить сейчас больше про недвижимость, и даже в прошлом году, работая с рынком Мудапешта, мы понимали, что мы могли найти недвижимость и дешевле, чем 500 тысяч евро, поэтому нет такого, что это слишком уж хорошо для Венгрии, понятно, что спрос высокий, и они ожидают этого, но там рынок достаточно динамичный среди локального населения, вот, поэтому здесь мы считаем, что причина неготовности с бюрократической точки зрения. Окей, ну вот еще просто несколько уточняющих вопросов по поводу того, что известно, что нет, можно ли будет сдавать объект в аренду, если да, то какая заходность, можно ли это привлечь какую-то аутсорсинговую компанию, но имеется в виду, купил, отдал в управление и до свидания, может ли это быть апарт-отель, то есть объект, который изначально, ну, жилой формально, но жилой так относительно, то есть это все равно коммерческая недвижимость, что известно, что ли? Коммерческая недвижимость сюда не подойдет, это должен быть обязательно только жилой объект. По поводу сдавать в аренду или нет, по предыдущей программе, да, по предыдущему закону, да, опции, скажем, которые мы делали, сдавать недвижимость было нельзя, то есть официально это было запрещено. Здесь сейчас сдавать в аренду можно, но опять-таки мы ждем полного разъяснения, которое будет известно как раз-таки после 9 июня, когда уже будут все такие регуляционные моменты касательно недвижимости, они будут уже прояснены. То есть сейчас, скажем, у нас есть строго, есть правила, там, требования к формам, о которых вот Ксения как раз-таки рассказала, и по недвижимости есть там такие-таки поверхностные моменты, и все остальное мы ждем, когда нам будет уже какое-то официальное такое разъяснение государства. Да, ну, по крайней мере, нам пояснили, что мы не ограничены регионом Будапешта, да, как в прошлом году мы работали только в черте города, хотя все равно интерес больше к столице притягивается, но, тем не менее, такого требования нет. И по поводу доходности управляющих компаний, если это резидентский статус, то на сегодняшний день мы предполагаем, что это будет возможно привлечь и управляющую компанию для краткосрочной и долгосрочной аренды или самостоятельно заниматься сдачей, и доходность, соответственно, она рыночная, она зависит от локации, мы чуть-чуть позже на самом деле подготовили небольшой обзор Будапешта, различных районов, и с удовольствием расскажем, потому что мы сами уже полюбили Будапешт и недвижимость в этом городе. Вы знаете, несколько вопросов. Мария, Вячеслав, вижу вопросы, да, сейчас обязательно на них ответим, просто в продолжении условий тоже важно сказать, особенно поскольку впервые говорим об этой программе, кто по правилам заявлено на данный момент, кроме основного заявителя, будет иметь право на получение вот этого ВНЖ, то есть членов его семьи, и по возрасту для детей какие ограничения? Давай, Ксения, тогда ответит, да? Под хором давайте. Да, вместе с основным заявителем ВНЖ получает вся его семья, это супруга, дети и родители, и есть требования по финансовой зависимости детей и родителей, которые подтверждаются чаще всего спонсорским письмом, только если это не какая-то там из ряда вон ситуация, когда там весь мир знает, что член семьи на самом деле не финансово-зависимые. Для детей возраст не прописан, но из практики мы знаем, что ребенок должен обучаться в большей форме обучения, то есть мы предоставляем справку из университета. Если какие-то случаи, когда ребенок не обучается уже старше, но при этом остается финансово-зависимым, здесь кейс-байкейс юристом мы можем обсуждать и принимать решение, можем ли мы включать ребенка в заявку. Но чаще всего для Евросоюза это не старше 25 лет все равно для деток. Ну только если какие-то там болезни, какие-то вот такие случаи. И важно, чтобы дети были не в браке, чтобы они не состояли в браке. То есть если уж в браке состоял, то финансовые независимости были. Свободное плавание. Понятно. Давайте пока еще разочек контакт в чате опубликуем и обращаю внимание, если кому-то интересна презентация или вы Ксения сказали, что у вас есть просто закон, который вы можете выставить для персонального изучения, просто напишите напрямую Светлане, Ксении, я думаю, они не откажут, все вышлют и так далее. Давайте два вопроса, которые у нас были до этого. Во-первых, про дополнительные расходы. Дополнительные расходы связаны с инвестициями в фонд и отдельно по недвижимости. По-моему, у нас даже слайд на этот счет был, я тогда его открою. Это вот в случае, если ты покупаешь недвижимость, какие дополнительные расходы? Дополнительные расходы, во-первых, будут для участия в программе. Это государственные пошлины и сопровождение заявки. На сегодняшний день государственные пошлины это 30 тысяч евро составляют и сопровождение составляет тоже 30 тысяч евро. Мы предполагаем, что здесь могут еще быть кое-какие изменения. Пока мы не знаем, надеемся, что в меньшую сторону, потому что все-таки порог входа повыше, чем был. Поэтому здесь оставайтесь с нами на связи, если будут у нас, в любом случае, когда будут у нас более точной информации, мы поменяем ее и проинформируем всех наших клиентов, пока на сегодняшний день всеми юристами подтверждаются такие цифры. Плюс дополнительные расходы могут возникнуть при переводе документов, при подготовке пакета документов. Они обычно не очень большие, поскольку пакет документов сам по себе не очень большой. И дальше расходы связаны непосредственно с одной или второй опцией инвестирования. У фондов есть subscription fee, так называемый, то есть плата за подписку. Она также зависит от типа фонда, от его типа паев, там есть небольшие различия. Здесь также мы смотрим, какие будут дополнительные расходы по той категории паев, которые будут предложены фондами для программы ВНЖ. А по приобретению недвижимости здесь стандартные по сути расходы, которые никак с ВНЖ не связаны. Это налог на переход права собственности, нотариальные расходы, гербовый сбор и вот всякие небольшие административные сборы. 30 тысяч это на человек или на семью? На заявку, на семью. Такой давайте тогда все-таки может подытоживая немножко эту часть перед тем, как продолжить разговор о недвижимости. вот сейчас в настоящий момент мне интересна эта программа. Как, куда, что должен подавать, куда, что нести, или сидеть вообще ничего не делать, или все-таки какие-то документы собирать, ну то есть через кого, где я должен буду подаваться, здесь в России или в Венгрии, или если я в Украине, в Украине, в Узбекистане, вот что про это известно, или пока вообще ничего? Давайте мы в целом расскажем, откроем, может быть, слайд с дорожной картой, чтобы мы весь процесс прописан, а дальше мы уже расскажем, что сейчас можно делать, а что нужно делать после дорожной карты, скажите это в начале презентации и в конце тут. Да, да, сейчас откроем. Давайте, открывайте. Наверное, это в конце программы информация по этой программе. Вот она, я нашел, я нашел, я молодец. Супер, да, спасибо большое. Для начала сразу скажу, сидеть и ждать не нужно, потому что так как заявки будут уже приниматься с 1-2 июля, естественно, первый шаг, который мы делаем, это мы делаем предварительную проверку. Предварительная проверка КЛС, мы проверяем клиентов по 12 базам, это интерпол, это лобчек и так далее, то есть на наличие судимости, какой-то нежелательной информации и так далее. если рисков никаких нет, то мы тогда заключаем договор и начинаем уже процесс подготовки документов. Документы, в принципе, чем венгрия отличается от многих других программ, да, это своей простотой и быстротой. То есть, скажем, что по прошлой программе, да, мы даже через процедуру получения ЕЗД у нас были там одобрения 24, 25, 30 дней. И сейчас, в принципе, правительство заявляет плюс-минус такие же сроки. Первое, что мы делаем, опять-таки, по поводу документов, да, хотелось сказать, что по прошлому закону, да, который мы делали, по поводу документов совершенно минимальный, сейчас вполне естественно, так как это золотая виза, это уже программа, объявленная государством, и эта виза выдается на 10 лет, с гарантированным продлением на 10 лет еще, да, поэтому, естественно, здесь немножечко более жесткие требования, да, то есть, если в прошлый раз, там, в прошлом году мы подавали, они даже не требовали подтверждения дохода, то сейчас этот доход необходимо подтверждать. То есть, список документов, в общем, достаточно простой, и, не знаю, может быть, в течение недели, по большому счету, в зависимости от того, как быстро клиенты начнут предоставлять нам эту информацию, за неделю можно вполне собрать документы. И первое, что мы делаем, заключаем договор и начинаем работу по подготовке документов, и подаем сначала на инвесторскую визу типа D. Две недели у нас где-то она готовится, эта виза выходит, и только после получения визы D мы выбираем опцию, и затем собирается пакет документов на получение ВНЖ, и с момента по этой визе необходимо будет заехать в Кудапешт, подача будет личная в Кудапеште уже, то есть, если подача на визу она возможна в любом из посольств, где человек является резидентом или гражданином, вот, то далее у нас идет подача через Кудапешт, и вот с момента въезда в Кудапешт инвестицию необходимо будет оплатить в течение трех месяцев вот с этой вот этой. И потом, после подачи это займет где-то еще, наверное, ну, две-три, давайте так грубо, от двух до четырех недель, потому что, естественно, мы ожидаем огромный поток клиентов, и почему я говорю, что не нужно сидеть и ждать, потому что у нас уже достаточно большой список на подачу, и поэтому здесь, конечно, чем раньше, тем лучше. Я правильно понимаю, что сейчас вы готовы работать по этой схеме, с теми людьми, кто готов инвестировать в эти фонды. А если человек хочет купить недвижимость, то, ну, сбор документов каких-то возможен, но при этом покупать недвижимость сейчас именно с целью получения ВНЖ просто рано, и это просто, ну, бесполезно. Ну, это бессмысленно, потому что, в любом случае, за это время могут выйти какие-то еще правила, какие-то еще изменения. Мы своих клиентов не, скажем так, не можем, да, подставлять и чем-то ограничивать. То есть, когда уже будет ясность какая-то по недвижимости, тем не менее, у нас сейчас очень много клиентов, которые вперед уже хотят поехать, посмотреть, то есть у нас кто-то уже съездил, кто-то сейчас находится в Водопеште, они смотрят вообще, что можно приобрести, ориентируются по районам, смотрят, да, то есть, как бы можно вот это вот уже какую-то процедуру такие начинать, да, и опять-таки, если вы хотите поехать. По большому счету, все покупки, все покупки возможны по дистанционно, то есть, не обязательно туда ехать, но сейчас все-таки стоимость недвижимости, да, минимальная инвестиция, она практически там в 34 раза больше, чем в прошлом году, да, поэтому, естественно, многие клиенты уже там за 500 тысяч лет, они хотят поехать посмотреть, что такое Будапешт, какие районы лучше инвестировать, а хочет ли он там жить, хочет он перевести семью, или просто, и уже, то есть заранее, чтобы уже иметь какое-то представление, потому что мы все равно ожидаем, что с момента там приближения к дате инвестиций, да, к 1 января, недвижимость будет еще расти, это вполне естественно, то есть в Будапеште и так цены растут на недвижимость, а здесь они уже будут, ну, скажем так, к этой программе подрастать. Будапешт, да, как бы там очень странно, ведь венгерская недвижимость, недвижимость Будапешта и венгерская в целом недвижимость Будапешта, они немножко по-разному себя ведут, но в любом случае не сильно соразмерно с Европой. Вот пошло несколько вопросов сразу, давайте так, порядок оплаты услуг и пошлин, то есть вот если человек сейчас начинает, что, в каком режиме, когда он оплачивает дополнительные услуги и так далее, первые платежи, какие они, ну, просто в общем хотя бы что можно сказать. На самом деле, поскольку этап подачи состоит из нескольких частей, это и подача, запись консульства, подача, получение визы типа Д, далее уже поездка в Будапешт, сдача биометрии непосредственно там, то есть определенные этапы, когда оплачиваются пошлины, когда сопровождение, здесь уже в зависимости от состава семьи мы с клиентом обсуждаем, потому что все равно по фондам, например, по подпискам, там есть небольшие моменты, которые мы финализируем. То же самое я вижу от Алексея, вопрос по поводу, можем ли мы сейчас давать деньги на секьюрити счета, я предлагаю дождаться финализации и синхронизации с управляющей компанией фонда, чтобы мы четко по дорожной карте уже шли и понимали, где будет, какой счет подойдет для этого, в какой стране, и мы сейчас на самом деле по секрету тоже некоторые решения разрабатываем, которые будут комфортны именно с точки зрения вот особенностей и регуляции именно наших российских клиентов. мы знаем, какие банки, как работают, и хотим вот какое-то готовое решение предложить. Когда обращаться с этим вопросом? Неделя, две, месяц? Я думаю, что после выборов будет финально уже все карты на столе открыты, по фондам точно. Сейчас буквально на ежедневном, ежедневно мы общаемся с фондом и разные моменты там обсуждаем, как это собрать. В любом случае, сама инвестиция в фонд, она будет после одобрения визы D, то есть даже после 1 июля, пока мы подадим, вот Светлана говорит, там две недели, иногда может быть до 21 дня доходить вот это по визе D, то есть в любом случае, к этому моменту все вопросы технического характера финализируются. Естественно, для инвестора главное будет понять, куда именно он инвестирует, какой там состав активов в фонде и так далее. Здесь это у нас уже все есть. Все-таки еще один момент. Вы сказали про это, вы сказали, что пока есть один, который более-менее уверенно фонд удовлетворяет критериям, просто чтобы было понимание, это единственный фонд, который удовлетворяет критериям или это единственный фонд, который уже точно может работать, скажем, например, с гражданами Беларуси или России? Смотрите, фонд нет ограничений, по национальности в Бенгрии, поэтому здесь вопрос ни к фонду, ни к кому-то. Фонд – это также финансовая организация, которая должна соответствовать определенным критериям, которые в банковской сфере находятся, по комплайнсу, проверке денег и так далее. Поэтому здесь нет ограничений на национальный призрак, есть ограничения по проверкам, по QIC и комплайнсу. И, соответственно, вот эти моменты, они сейчас как бы причесываются, потому что мы предполагаем определенный поток. Что касается фонда, о котором я говорила, он точно будет уже работать под золотую визу, он соответствует, он готов принимать клиента. Остальные фонды пока только хотят, то, что мы слышали, возможно, что это появится, я думаю, что в ближайшие дни это будет много на эту тему каких-то новостей, но мы видим вот одно четкое решение и дальше уже будем смотреть это на тему. В таком случае просто беру с вас обещание, как только у вас появятся новости, чтобы мы смогли рассказать об этом и на приане, ну а уж по поводу там, стоит ли проводить отдельный вебинар, это решим чуть позже, в зависимости от масштаба, от масштаба происходящих изменений. Хорошо, давайте тогда все-таки перейдем к недвижимости. Ну, понятное дело, что за ближайшие полгода у школе нужно будет там с начала будущего года оформлять недвижимость на себя, да, под программу, что сейчас это просто бессмысленно. Хотелось бы просто тогда понять, если уж мы переходим к недвижимости, ну, могут, конечно, цены вырасти, даже наверняка вырастут, ну, в каких-то вариантах, но с другой стороны, это все равно, ну, порядок останется примерно тот же, трудно ожидать каких-то безумных всплесков. Я поэтому попрошу вас, просто, может быть, небольшой обзор, и вот мостиком к этому обзору может быть вопрос нашей зрительницы. Все-таки вот сейчас вы рассматриваете, предлагаете рассматривать только Будапешт или нет? А я тогда включу тоже презентацию, чтобы вы, ну, показали какие-то примеры. Ну, смотрите, нужно понимать, что все-таки Будапешт это самый главный город Венгрии, это столица, в Будапеште очень много туристов, в Будапеште очень много, сейчас базируется крупных международных компаний, да, когда приезжают работники, да, менеджмент этих компаний. Поэтому Будапешт, он будет всегда спрос, да, то есть там есть какая-то фронт, на недвижимость озера Палатон и так далее, но все равно какой всплеск и какой рост цен показывает Будапешт, естественно, мы предлагаем инвестировать в Будапешт, да. По поводу, вот вы открыли, да, инвестиционно привлекательные районы. Да, несколько слайдов у вас таких. Да, да, то есть мы видим, что вот эта вот карта Будапешта, и она условно разделена рекой Дунай, да, и с левой стороны находится Будайская сторона, это Будда, с правой стороны находится Пешт. Самые популярные районы, если мы, наверное, на слайдик назад вернемся, там у нас отмечены как раз самые наши такие основные районы. Вот они, вот первый слайд, про который, понятно, вот есть такой, вот есть такой. Да, да, вот этот вот, да. То есть самые основные у нас районы, самый главный туристический район, это пятый, шестой и седьмой. Это правая сторона, которая как раз у нас таки отмечена. К ним прилегает восьмой и девятый район. Это в основном такие исторические здания. Пятый район, это вот это вот знаменитое здание парламента, которое все мы наблюдаем на каких-то открытках, фотографиях, на всех там картинках Будапешта, да. Шестой район, это оперный театр. То есть по большому счету все эти районы, они друг к другу перетекают к плану. И все это, все это самые-самые такие плано-центральные районы. Если мы еще дальше рассматриваем, то есть очень хорошие развивающиеся районы, новые, это 13-й и 14-й район. Это такие семейные, больше строящихся зданий. Но есть небольшой момент, что 13-й район, муниципалитет 13-го района не выдает разрешение на покупку россиянам. И если в прошлом году они подавали разрешение, если у россиян есть какой-то второй паспорт, там турецкий, там еще какой-то паспорт, да, дополнительный, то в этом году они отказывают даже россиянам создать паспорт. Поэтому 13-й район, к сожалению, мы не рассматриваем, но опять-таки есть у нас более такие перспективные альтернативы, да. И очень хорошие, если мы берем левую часть, это первый, 11-й район, и второй, 12-й район, это где расположены международные школы, университеты и так далее. То есть здесь, по сути, нужно будет просто, мы исходим из потребностей нашего клиента, да, какое, что он все-таки хочет, да. То есть это будет ли недвижимость для инвестиций, будет ли это недвижимость для себя. Кто-то планирует у нас из клиентов переезжать всей семьей туда. То есть тоже такое, да, это уже разные такие потребности, да. И исходя из этого, мы уже будем советовать какой-то определенный район. Опять-таки бюджет тоже, внимание, инвестиции, это 500 тысяч евро, но как бы она будет там до плюс бесконечности, да, и здесь также клиентам ставят какие-то там свои пожелания, критерии, под которые мы уже находим недвижимость. И что хочу сказать, что, так как мы на самом деле, мы действительно, мы очень много проводили клиентов, да, мы оформляли бюджет в прошлом году, и у нас был огромнейший поток. Мы сами ездили в Кудапеш несколько раз, смотрели недвижимость, встречались с нашими партнерами, с юристами и так далее. То есть я хочу сказать, что у нас сейчас очень сильная такая команда по недвижимости. Мы действительно очень хорошо изучили рынок, изучили районы. Мы покрываем практически, ну, такие все основные регионы и районы, скажем, если мы говорим про Пудапешт. Вот, поэтому здесь я могу действительно сказать, что у нас такая прям команда профессионалов, которые, в общем-то, на клиенты некоторые приезжают на просмотр на два дня, и, в общем, они у нас благополучно очень-очень быстро закрывают и подписывают, и мы подходим, то есть потому что мы уже подбираем заранее, зная какие-то потребности, да, мы сразу же попадаем в самую точку. Окей. Ну, давайте сделаем так. У вас есть предложение, да, ну, просто чтобы, понятное дело, сейчас с точки зрения именно подачи на золотую визу, эти предложения можно рассматривать условно, но просто чтобы вы рассказали, показали, чтобы люди могли, имели возможность прицениться. И еще раз, я правильно понимаю, что пока еще точно неизвестно, может быть, разрешат, скажем, приобретать два объекта, и это несколько поменяет инвестиционную карту, просто потому что, ну, как бы будут подходить объекты, там, 200 плюс 300, и это уже совершенно другие варианты будут. Да, это будет совершенно другой тип недвижимости, совершенно другие варианты, но, действительно, давайте мы дождемся вот числа 10-го, 12-го июня, да, когда уже будет все известно, то есть, если это будут такие прям грандиозные новости, как мы с вами договорились, да, мы проведем еще один вебинар, и все очень подробненько расскажем, вот, поэтому, потому что сейчас мы только можем все предполагать, особенно все, что касается недвижимости. Так как эта опция перенесена, опять, перенесена по каким-то определенным причинам, значит, еще будут какие-то революционные такие правила выйдут обязательно. Хорошо, давайте, ну, просто, буквально, вот, я пролистаю, понятное дело, просто, как некоторые примеры, может быть, вы на что-то обратите внимание вот в этих проектах. Да, здесь у нас просто мы в разном бюджете показали, какие бывают предложения, то есть, это квартира у нас в пятом районе, как я говорила, пятый – это самый востребованный, самый дорогой район, цена за квадратный метр в пятом районе стоит где-то от 5 до 8 тысяч евро, и здесь квартиры практически все реновированы, потому что пятый район популярный, и люди хотят покупать такие, знаете, уже такие более современные, ну, может, не современные, да, уже отреставрированные, отремонтированные квартиры. Вот мы видим также квартиры очень хорошие, 11-11 квадратных метров, тоже как дорогой. Я понимаю, что я понимал, вы предлагаете первичку, вторичку, просто они выглядят так, что какие-то дворцы такие. Нет, нет, это дворцы, это действительно очень красивые исторические здания, просто они все отреставрированы, некоторые дома отреновированы, и, в принципе, мы смотрим, может здесь видеть, что по бюджету и по состоянию, то есть, очень хороший современный ремонт, но здания, они действительно все очень такие, все исторические. Здесь квартира, она, конечно, немножко в другой джете, но здесь, если, я не знаю, мы, наверное, не сможем увидеть, да, но вот справа на картинке у нас из окна видно здание фарламента. Просто мы эту квартиру поставили, она просто нереальной красоты и, самое главное, мне просто потрясающий вид. Она находится на левой стороне, на стороне пешта, вот, но здесь прямо вид прямиком на фарламентское вот это вот здание. То есть, по большому счету, мы можем всегда вам что-то подобрать минимально при бюджете, либо, если у вас есть какой-то другой, мы занимаемся также разными типами недвижимости, то есть у нас есть клиенты, которые покупают, например, недвижимость, не привязываясь ни к ВМЖ, ни к золотой лизе, да, они просто хотят это что-то для себя приобрести. Также у нас есть запросы на сейчас активно пошли на коммерческую недвижимость, потому что, ну, опять-таки, для Европы доходность, она плюс-минус всегда средняя. Но так как вот пешта развивается и все-таки недвижимость, ну, действительно стоит гораздо дешевле, чем в каких-то других европейских странах, да, все-таки повторюсь, что это все-таки Евросоюз, да, не просто там европейская страна, поэтому у нас сейчас вот есть очень хороший запрос на коммерческую недвижимость, либо это С3Т, либо это какие-то магазины в торговых центрах и так далее. Ну да, уже когда начинаешь погружаться в недвижимость, уже и запросы на дополнительные типы недвижимости приходят к нам, поэтому мы действительно полюбили и с удовольствием работаем с этой локацией. И когда при нашем путешествии мы находили знакомые черты и Вены, и Милана, и Праги, и Будапешт, и, конечно, недвижимость можно, как и в любом городе, найти в совершенно разном бюджете, фактуре, локации. И мы здесь хотели просто дать впечатление, и, как Филипп говорит, мы показываем дворцы, год назад у нас были примеры за 155 тысяч евро, они, конечно, выглядели поскромнее. А здесь, как и в любом месте, если вы хотите с видом на Красную площадь недвижимость, то она будет мрамором отделанная, она будет дороже. Еще я хотела бы дополнить, Ксения, что у нас в Венгрии и в Будапеште мы проработали полный консьерж-сервис. То есть у нас есть организация трансферов, бронирование столиков в ресторанах, экскурсии. То есть у нас, так как клиенты у нас сейчас приезжают знакомиться с городом, мы предоставляем им полный сервис, чтобы у них осталось очень такое правильное, очень красивое впечатление в этом городе. Потому что город, правда, очень красивый, как Ксения сказала, напоминает очень-очень многие такие разные столицы мира, да, и города мира. Поэтому, то есть у нас, мы оказываем абсолютно любой консерж-сервис, поэтому здесь мы тоже можем вам помочь, то есть от встречи в аэропорту до каких-то минимальных, в общем, все, что вам нужно. Окей, ну что ж, давайте я тогда хотел бы уже завершающихся. Про налоги я вижу. А, да? А, про налоги, да, безусловно. Да, в Венгрии на самом деле достаточно комфортная налоговая система, это тоже один из, может быть, факторов, по которым многие рассматривают для себя это направление. Значит, если вы будете сдавать недвижимость, получать налог как физическое лицо, то НДПЛ в Венгрии 15% составляет. Но также можно рассмотреть, и в целом нужно знать, что корпоративная ставка в Венгрии это 9%. Есть дополнительные муниципальные налоги, тоже стоит учитывать, но априори от источника НДПЛ 15%, но также есть, может быть, там не для этого варианта недвижимости, а в целом, если на компанию оформляете, будет 9%. Окей, ну и давайте тогда, может быть, уже в завершении такой вопрос, которому на самом деле можно посвящать миллион вебинаров. Все-таки программа Венгрии, она с одной стороны, в самой Венгрии не на пустом месте появляется, а с другой стороны, она вот в этой карте постоянно меняющихся иммиграционных программ какое-то место занимает. И поскольку иммиграция для вашей компании это такое важное, ну, можно сказать, даже основное в каком-то смысле направление деятельности, как вы сказали, интересно было бы услышать ваше мнение, а если не Венгрия, то что? Или, например, почему Венгрия? И я включу тогда слайд и просто предоставлю вам такую возможность для монолога, как вам видится нынешняя ситуация, с одной стороны, для клиентов с российским паспортом и с другой стороны, для клиентов не с российским паспортом, коих у вас тоже, насколько я знаю, немало. Давайте вот тогда про этот слайд расскажем, что и как есть, что сейчас предлагается. Да, давайте постараюсь кратко. Действительно, это можно сейчас посвятить только сравнению доступных и недоступных программ. Здесь на слайде поперечислили, наверное, самые актуальные варианты. Как известно, для россиян на самом деле закрыла двери только Греция из европейских золотых виз. И то, если есть второй паспорт у хотя бы основного члена семьи, из основного заявителя, то и Греция нам доступна. Все остальные программы работают. Есть, может быть, определенные, опять-таки, логистические сложности, как, например, в Португалии с открытием счета, но есть и определенные решения для этого. Поэтому кейс-байкейт. Если коротко рассмотреть, Кипр остается одним из лидирующих направлений, всегда очень дружелюбно относится к нашим соотечественникам. Это ПМЖ, что, соответственно, позволяет долгосрочную связь со страной планировать, инвестиции достаточно комфортного размера. Но минус в том, что Кипр все-таки до сих пор еще не шенген. Все мы ждем, когда он вступит. Тогда это, конечно, будет life-changing история. На сегодняшний день основное преимущество Кипра – это возможность налогового планирования. Это все-таки резиденство внутри Евросоюза. И дополнительные какие-то финансовые вопросы позволяет решать. Ну и в целом комьюнити, приятный климат, неплохая недвижимость, огромный выбор. Это что касается Кипра. Дальше. Испания всегда работала, никаких заминок в принципе не было. Единственный минус Испании – это порог входа в 500 тысяч евро. Все-таки выше, чем там соседние программы. И сложность перехода на паспорт. То есть отсутствие возможности нейтрализоваться без переезда. И при этом Испания официально второе гражданство не разрешает. Также переезд в Испанию предполагает налоговое резиденство. И налоги в Испании – одни из самых высоких в Евросоюзе. Там можно поиграться с законом Бекхома и так далее. Но в общем здесь требуют также планирования этой истории. При этом для тех, кто Испанию любит, потрясающая недвижимость, Марбеллия, Валенсия, Барселона, все, пожалуйста, с удовольствием. Также в Испании можем поработать. Португалия всегда была лидером за последние годы. Самая популярная программа. И причина ее популярности в том, что Португалия дает понятную перспективу на паспорт. Из всех программ, самую понятную и самую быструю, уже через пять лет можно поддаваться на португальское гражданство. И, естественно, это факт формировал спрос на эту программу и сформировал затык. То есть большую очередь. И сроки рассмотрения увеличивались с шести месяцев до девяти месяцев. Потом год, полтора, сейчас больше двух лет. Это первый момент для всех национальностей. А для российских национальностей тоже был определенный саспенд. Всех заявок приостановка рассмотрения. И на сегодняшний день португальские и российские заявки через суд одобряются. Но, тем не менее, там есть инструменты, по которым в Португалии можно и одобрение получить, у кого есть, например, зависшие заявки, и, в принципе, с будущими работать. При этом Португалия объявила изменения в законодательстве о том, что срок, который пять лет, с которым начинается натурализация, она теперь не с момента одобрения, которого мы ждем по два года, а с момента подачи. Соответственно, для тех клиентов, у кого цель паспорт, мы понимаем, что Португалия – это отличный вариант. Опция недвижимости из Португалии ушла. Есть опция фондов. Там другие фонды, не те, о которых мы сегодня говорили. Но, тем не менее, можно с ними работать. Россияне могут подаваться. У нас есть успешные кейсы. С удовольствием проконсультирую. Испания планирует отменить инвестиционные золотые визы, но еще не отменила. Пока что… Заявила, заявила, что отменят. Это на самом деле, с точки зрения здравого смысла, это сущий цирк. То есть, они сказали, да, мы отменяем. Поскольку отменяем – это не результат, а процесс. Да, никаких нет пока что ясности никакой. Но Португалия тоже долго отменяла недвижимость, отменяла. Отменяла – все-таки отменила. Поэтому сейчас работаем с фондами. Еще из интересных программ на сегодняшний день Мальта, которая принимает россиян. И это не программа ПМЖ, которая многим известна, и не программа гражданства, которая не принимает россиян даже старым гражданством. Это программа БНЖ. Она мало кому известна. Потому что, по сути, в сравнении с ПМЖ программой, она все-таки проигрывает, потому что первая карточка на год после продления на два. Но она принимает россиян. Это часто может использоваться для налогового резидентства. Она не очень дорогая. Также требование или аренда, или покупка недвижимости. Но Мальту многие любят. И поэтому это тоже один из неочевидных, непопулярных, нерекламируемых путей, которые многие клиенты, особенно кто сейчас из Великобритании рассматривает переезд, Мальта должна быть в списке для сравнения. И также есть вариант Франции. Это не совсем золотая виза. Это такой немножко обходной путь, который все сейчас любят наши ребята рассматривать. Ну, мы все альтернативы сравниваем. Мы с тобой уже не стали Digital Nomad вставить и прочие истории в Италии, в Испании, в Португалии. Но Францию добавили, поскольку срок все-таки 4 года предлагается через стартап визу, это такая немножко типа виза таланта через инновационный бизнес, через работу с бизнес-инкубаторами. Там есть определенные особенности, есть определенные нюансы, которые обязательно нужно учитывать, рассматривать и держать в голове какие-то риски. Но, тем не менее, в список сравнений мы клиентам всегда предлагаем. Поэтому это кратко. Вижу вопрос по поводу Греции. Греция не принимает россиян, но если есть второе гражданство, любое, Киргизия, Армения, Израиль, Пурция, Сен-Китс и Невис, любое подойдет. Греция, кстати, планирует поднимать порог входа, поэтому до августа нужно отнести депозит и тогда можно по текущей цене 250 тысяч евро успеть поучаствовать в Греции. Это кратко. Можем долго говорить. Как я говорю, мы всегда любим составлять таблички сравнений для наших клиентов, на какой срок, какие расходы, как продлеваться. Есть ли риск, что у меня на таможене возвернут или нет этого риска. Это с удовольствием обсудим уже в индивидуальных консультациях. Это наша, в принципе, основная тема, любимый топик для разговоров. Окей. Ксения, Светлана, ну, во-первых, спасибо огромное. Во-вторых, я надеюсь, на большую часть вопросов мы ответили, на ту часть вопросов, на которую не ответили. Наши эксперты из компании Solent ответят, безусловно, в частном порядке. Я попрошу контакты еще раз в чате опубликовать. Хочу сказать, что мы будем в ближайшее время еще из компании Solent проводить вебинары, в том числе по иммиграциям, по иммиграционным вопросам, да, и по иммиграционным, по инвестиционным. Поэтому попрошу в чате опубликовать страничку, на которой, собственно, вебинары ближайшие наши будут. Собственно, приходите, регистрируйтесь, пожалуйста. Хочу обратить внимание вот еще на что. В ближайшее время мы опубликуем несколько статей в частности с компанией Solent на Приан, посвященных и итогам всех наших вебинаров. А мы этой весной их провели довольно много. Вот ссылочка на наши мероприятия появилась. Там много и инвестиционных, и иммиграционных мероприятий, которые еще будут в ближайшее время. Можете там регистрироваться. Будем очень рады вас видеть. Ну, а по Венгрии на самом деле, Светлана, Ксения, беру с вас обещание, как только в ближайшие недели какие-то новости появятся, что мы с вами как-то снова выйдем на связь. Вебинар не вебинар, но чтобы информация появилась в том числе и для тех наших зрителей, кто сегодня на наше мероприятие пришел. Итак, Ксения Греченко, главный операционный директор компании Solent, и Светлана Томпсон, руководитель направлений Венгрии компании Solent. Спасибо вам огромное. Как обычно, в час не уложились, но, думаю, не пожалели. Старались. Спасибо большое, Филипп. Спасибо зрителям. Остаемся на связи. Контакты компании есть, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Ну и встречаемся на страницах прямо на вебинаре, при одной в офисе компании Solent. Спасибо большое. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok